Сегодня мы поговорим об Иудейской пустыне. Но для этого нужно туда проехать. Наш путь в Иудейскую пустыню идет через Восточный Иерусалим и через туннель, который прорублен в Масличной горе. Пока мы вот видим перед нами Масличную гору и высокую колокольню Спаса Вознесенского монастыря, так называемую Русскую свечку, вершина которой является самой высокой точкой Иерусалима. А мы ныряем в туннель, прорубленный 15 лет назад в Масличной горе. И соединяющий Иерусалим с Иудейской пустыней. Вот мы вышли из туннеля и сразу же попали в пустыню. И сразу же дорога пошла вниз. Вся Иудейская пустыня расположена как бы на склоне от Масличной горы, высота которой в районе 800 метров, до зеркала Мертвого моря, отметка которого около 420 метров ниже уровня Мирового океана. А прямо перед нами самый большой еврейский город на контролируемых территориях. Восточный спутник Иерусалима город Маавиадумим. Что в переводе на русский значит Красногорск. Пустыня пока не очень похожа на пустыню, потому что мы видим, она засажена деревьями. Надо сказать, что если точно переводить слово Мидбар, которым называется Иудейская пустыня, правильное название Мидбар, Иуда. Так вот, Мидбар, это скорее не пустыня, а пастбище. И мы увидим, как пазутся овцы в этой пустыне. Вот Бедуинский, большой Бедуинский лагерь. Практически город в Бедуинском представлении. Вот здесь уже горы больше похожи на пустыню. Но мы сейчас снимаем все летом, но если сюда приехать зимой, в январе, феврале, мы увидим, что прямо куски этих гор покрыты ярко-зеленой травой, в которой мелькают ярко-красные фонарики цветов. Вот эта линия указывает нам на уровень мирового океана, на котором мы сейчас находимся. много лет рядом с этим уровнем живет верблюд по имени Шоши и его хозяин Иса. Первая поездка в Иудейскую пустыню подходит к концу. Впереди еще много интересного. До встречи в Иерусалиме. С вами, как всегда, экскурсовод Владимир Мак. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!